проживание старших и младших арканов для тех кто хочет начать свою жизнь с чистого листа ну что девочки мальчики я вас приветствую в основных пространствах нейро ведьмы сегодня расклад для тех кто хочет понять где же он сейчас находится что же происходит в жизни потому что бывает такое что мы запутались но наши выборы сегодняшнего дня это всегда следствие того что мы выбирали раньше да я сейчас конечно вам америку не открываю я сейчас не в позиции такого знаете мудрого гуру потому что мне не хочется сейчас вещать с высока сейчас я понимаю что это такая модная тема но мне не нравятся эти тренды абсолютно как ты вещаешь с высока вот потому что смотришь на этих мальчиков и девочек как-то скептически к этому всему относишься ну а потом просто начинают раздражать себя да вот этой всей мудростью которую они вычитали из книг или убратьев по разуму знаете старших научились это мне вообще не такая позиция я так знаете просто проводнив вот я такое знаете сегодня ваше радио небольшой такой расклад который покажет нам наши точки боли наши точки ростом без относительно того там люблю я вас не люблю хочу я все это научить не хочу у меня абсолютно нейтральная позиция я ко всем абсолютно одинаково ровно отношусь выбирайте пожалуйста свой камень и мы начнем наше путешествие первый камень в этот раз зеленый и второй оранжевый третий синий первый зеленый оранжевый синий и мои прекрасные друзья мальчики девочки вот если вы собственно хотите чтобы я там снимала расклады на какие-то определенные темы вы об этом пишите в комментариях но давайте так если собственно вас поддерживают да в комментариях люди вот я туда обращаю внимание свой взор если собственно нет и это ваше личное желание но вы поймите как бы что есть такое понятие как рейтинги опять же на ютюбе если вы в меньшинстве то вряд ли я буду туда тратить время до снимать расклад на эту тему потому что я понимаю что посмотрите только вы это может быть не но не обязательно или например серии что ой а когда вы вернете опять расклада на три позиции ой не снимайте на три снимайте на одну такое ощущение знаете что я вас на работе вообще нет вы мне в гостях не забывайте пожалуйста и собственно поскольку у нас расклады общие да и такой знаете открытый микрофон с моей естественно стороны как слушатели покорные ну как бы да давайте немножко все же вот понимать да что я тестирую форматы и если действительно я понимаю что большой отклик получает расклады на одну позицию я снимаю на одну позицию да если соответственно я понимаю что нужно снять на три позиции я сниму на три позиции поэтому это странный конечно ваш пространный комментарий чтобы что-то сказать но знаете ли пользы вообще не несет мне не вам давайте все же быть полезным окей работать будем сегодня на колоде которая называется даро мифов она вам зашла я посмотрела еще написали большое количество комментариев до многих это колода располагает потому что она портретная на говоря еще очень четко прорисованные портреты богов да хорошая кстати качественная быка элина элиас автор колоды я так и понимаю что я не правильно да делаю ударение на фамилию может быть элиас вот но я пока не разобралась она автор колода ли она художница но я считаю что это очень достойная работа одна из самых достойных в последнее время вот я же говорю как голодный коллекционер в поисках прекрасного в поисках того что будет работать в поисках того чтобы достаточно ярко смотреться в кадре не действительно очень важны эти моменты поэтому вот эта колода да она мой фаворит и я тестирую ее в различных раскладах как как и на отношения так на саморазвитие самопознание вот собственно отношения на зашла потому что сама по себе колодка говорящая с очень крутым характером мы сейчас посмотрим как она сами будет работать на самопознание саморазвития так я надеюсь что вас было уже время выбрать свой камень и я в любом случае как всегда начинаю с единичек единички ну что я вас приветствую давайте смотреть происходящее с вами так мы будем сегодня работать на прямых позициях хотя и привернутых эта колода достаточно говорящая мы посмотрим где мы были где мы сейчас находимся куда нам идти дальше и куда идти дальше то есть наше прошлое условно да наше настоящее да и наше будущее но только вот немножко мы с вами до поддадим огоньку потому что с точки зрения интуиции посмотрим до может быть какие-то энергии затронем с вами может быть какую-то подсказку от богов получим я думаю что все таки расклад по большей части положительный потому что работать мы будем на прямых позициях там готовы листами колода отправиться путешествие вашего разума по первому варианту до король чаш я как бы скажу сразу что я не всех богов знаю потому что ну как бы было 12 олимпийцев по сути да сам самые основные боги а были же еще всяко разные добавочные там боги источников мимов и там допустим бог там ветра еще что-то и вот много персонажей но с одной стороны конечно второстепенных но мы же понимаем что нет мы представлены в этой колоде да чуть-чуть такое мифологическая отсылка я скажу сразу я еще не все изучила с точки зрения мифологии но зато я отлично знаю это и очень круто интерпретирую окей давайте смотреть ваше все-таки прошлое да с чем она была связана то есть ваша может быть прошлая энергия из которых или сейчас выходите а демис это 11 аркан это юстиция да правосудие но есть ощущение что вы сделали какой-то очень важный выбор и соответственно вот этот важный выбор сейчас вот приводит тому что сейчас происходит настоящим а пока эта карта она для вас джоггер то есть мы ее вообще ну не не открывали а темис она одна из богов титанов то есть это первозданный источник это то что называется наверное первый источник и видимо поэтому ее художницы рисуют на 11 аркане она была одной из древних оракулов да поэтому я говорю о том что то решение которое вы принимали скорее всего она достаточно важная может быть даже подсказана больше вашей интуиции потому что обратите внимание да что наше правосудие да но все-таки беспристрастно то что вот глаза уже завязаны да вообще сама по себе вот эта богиня она слепой не была это именно как способ да как способ быть беспристрастной да как то есть она не была ни в какой жертве чтобы собственно да там что-то и там глаза там выкололи ничего что-то нет это вот как такое пришли решение да собственно быть а быть беспристрастной и скорее всего тот но прошлый период вашей жизни вот ваша интуиция она больше наверное основывалась на разуме да потому что как-то интуитивная знаете правосудие но может быть совсем не правосудие а вот именно ваш она основывалась на разуме то есть вывод какой-то разумные разумные решения принимали может быть она была достаточно болезненно то есть мы не знаем это все не будет но это про то что вас был период когда вы очень четко взвешивали свои действия если мы это будем переводить с вами на бытовой язык чего бы мне не хотелось потому что смысл то наш немножко больше да в таком интуитивном формате поработать но окей ладно то есть на бытовом уровне это могло означает допустим там смену деятельности да это могло означать развод к примеру да это могло означать какое-то как я говорила уже жесткое принятие решения которое может быть связано там с работой переездом в другой город допустим завершением отношений или наоборот начало да а вообще вот сама по себе карта правосудия она всегда ну призывает нас смотреть что мы делаем да то есть нужно обязательно понимать вообще каким последствиям приводит наше решение вот поэтому она спасена с зарязанными глазами и ну знаете вот в первую очередь как совет карта может быть вы конечно мы последовали это быть очень добрыми очень лояльными по отношению к себе да это очень важный момент потому что ну как бы мы не рассматривали да вот этот огонь справедливости может быть знаете у кого там была там перевернута позиция сказала там жажда мести может быть вы хотели кого-то наказать есть наверное еще очень важно к себе относиться справедливо когда мы к себе относимся справедливо то это некий момент это допустим тайм-менеджментом могут быть да когда мы тщательно понимаем да с какой процент батарейки у нас сейчас это очень важный момент то есть к примеру там ну процентов 30 вы уже допустим ну в таком состоянии что работать точно не надо да и допустим там не знаю уделять время близким когда хочется самой там что-то полежать мама спит она устала да и как раз карта правосудия говорит нам об этом потому что ну объективно что потопаешь что и поломаешь и вот вы кстати могли быть как в жестких так и в мягких энергиях правосудия но мы рассматриваем опять же как бы ваше прошлое то есть вы могли к себе относиться и пристрастно собственно и без пристрастно вполне возможно вы искали это правосудие еще вот допустим там обращались там на волю богов и богинь вот и ну именно по той причине что может быть кто-то вас не справедливо обидел вот такой вот у нас момент да когда мы действительно пытались навести порядок в нашей жизни хорошо что в настоящем сейчас происходит что происходит в настоящем а настоящее это как раз вот есть последствия да того что происходило собственно да в прошлом потому что тройка монет с одной стороны это вот какой-то момент взаимодействия да вполне возможно что карта справедливости она еще несколько напоминала может быть знаете чуть-чуть даже энергии отшельника потому что обратите внимание что это все-таки завязанные глаза это взгляд внутрь это как я говорю рефлексия интроспекция а сейчас все-таки мы немножко выходим на поверхность да и тройка монет она в первую очередь это карта коллективного взаимодействия да здесь у нас изображены тимойры которые собственно одна раскручивала нить судьбы да вторая ее измеряла соответственно а третья уже резала непосредственно вот эту нить судьбы да это вот прекрасные тимойры которые изображены на тройке монет знаете у нас сегодня такой познавательный расклад потому что я немножко вам даю экскурс да в историю греческой теологии ну это все что связано с богами так называется кто-то ну кто-то хочет нам философии религии пожалуйста да но все-таки мы про божественное поэтому теология о чем еще здесь тройка монет есть ли в этой колоде определенные вот отсылки да о которых хочется сказать то есть какая-то авторская трактовка ну понятно что это были богини которые определяли судьбу я вам так хочу сказать вот смотрите вот две карты прям показывают что вы действительно человек который берет очень много ответственности за свою жизнь это безусловно прекрасно это говорит о том что у вас сто процентов все в порядке с знаете со состоянием которое связано с заземлением да потому что вы в принципе в балансе вот я не знаю конечно что там такого было в прошлом потому что задача наша только энергии посмотреть но вы приводите в порядок да то есть вы приводите в порядок свой лайф баланс да как я говорю что тайм-менеджмент да то есть это очень важный момент вот вчера буквально мы это обсуждали там с девушкой которая занимается массажем и она говорит вот мы пришли потому что вот если ранее допустим вот эта вся духовность да все это ну психологическое развитие это была определенная блажь да и люди в большинстве крутили пальцем у виска что-то там ударился в эту психологию да это какая-то секта или допустим зачем ты медитируешь зачем ты допустим практикуешь да определенные типы дыхания дыхательной техники все а сейчас мы понимаем что если в нашей жизни не будет грамотного соотношения wellness да и соответственно рабочих процессов мы же просто не выживем мы же просто выгорем потому что ритм жизни меняется он становится сумасшедший можете более если вы живете в больших городах это очень сильно чувствуется и даже если вы не живете у вас действительно проблемы да совсем как бы другого характера все мы прекрасно понимаем что если мы на себя забьем то как бы ну это все приведет к тому что мы будем в позиции жертвы будем смотреть и наблюдать как живут там другие люди да завидовать но при этом сами себя помещать в состоянии вот этой клетки да и вот сейчас вы живете вот если вы действительно принимали какие-то важные решения скорее всего в прошлом вы когда-то себе поставили все-таки на первое место а сейчас вы проявляетесь я не могу сказать что по тройке монет вы проявляетесь достаточно яркие но по крайней мере вы понимаете что вы больше не хотите выпускать какие-то шансы потому что вот эти богини нам говорят о том что жизнь одна да и она достаточно скоротечна если мы не умеем ее ценить поэтому сейчас вот на первое на первое место для вас выходит как раз вот этот прекрасный баланс про который мы с вами говорим в принципе нормальные вполне адекватные позиции это знаете бывает такое что мы там упахиваемся упахиваемся потом раз резко записались там допустим спортзал да или например если вы знаете как долгое время там в поиске там партнеров они все попадались недостойны вот здесь вот такой более серьезный ценз уже идет да наш внутренний цербер выбирает собственно персонажи уже согласно нашей энергетической емкости да то есть вот здесь вот уже справедливое отношение к себе это хорошая история которая говорит о том что в принципе вы еще открыты к диалогу да вы еще открыты к коммуникациям это тоже очень классное качество энергии вы открыты да то есть в большей части ваши ладони не закрыты открыты да то есть мы благо какие-то от жизни принимаем кто-то может быть у меня правда сейчас допустим марафон какой-нибудь финансовый проходит или какие-то продукты да которые разворачивают к себе в первую очередь красивая карта прекрасный мойра да клода она распутывала получается саму нить то есть она является определенным началом да скорее всего вот она с третьим глазом обратите внимание что у них всех открыт третий глаз да они все с активной интуицией вот эти наши прекрасные женщины лакезис она считала собственно да она как бы считала сколько отмерено да да и атропос или называют ее еще эйша да как то вот она уже собственно перерезала на вот эту всю историю кстати смотрите мы еще как бы смеялись как эта карта может проигрываться в материальном мире это действительно про то что вы хотите что-то отрезать вполне возможно волосы такое часто бывает женщина хочет изменений в жизни пойдет там не знаю что-то стричь делать все коры да потому что есть определенные такие предания некие что в волосах накапливается негативная информация поэтому вполне может быть вы немножко хотите стать короче да или вот как то так случилось что может быть вы задумались да по крайней мере какие то кончики обрезать чтобы какие то новые эмоции в вашу жизнь пришли новые какие то изменения ну что же давайте мы все таки заглядываем в будущее вот эта вот вся оппозиция к чему ведет да то есть насколько вы объективны по отношению к себе насколько ваш интуитивный фон развит и вы не хотите причинять себе плохое а хотите причинять хорошее потому что в принципе как бы вот эти вот две карты они намекают что вы там можете быть на правильном пути и так что же вы там себе собственно намедитировали какое будущее да на телеграме намедитировали о чем здесь о чем здесь ой слушайте какая интересная история вот с одной стороны я не могу сказать что сейчас вы на пороге каких то очень ярких изменений потому что сама по себе карта это рыцарь монет и по классике эта карта она всегда означает труд да но именно вот в этой позиции да рыцарь монет это бог западного ветра зефир да там не зефирус как хотите ну вот зефирка и там такая была очень интересная история что он одержал победу и эта карта всегда знаменует что вы на правильном пути потому что вы придете к своей цели уж не знаю какую цель вы стоите это как это знаете как это долгосрочный период но опять же весну свежий ветер да какие то не знаю там с бычем мечт вы в итоге увидите и я так понимаю что выбираете вы именно вот этот путь да потому что вы так привыкли потому что вам все таки нужен более размеренный процесс жизненный и тогда вы как будто чувствуете себя на своем месте знаете то есть у вас нет ощущения что я чего-то там допустим не заслужила например да или а мне это дается как-то не по праву потому что абсолютно по праву да это бог западного ветра один из четырех богов да стихийных собственно ветра потому что были еще ветры другого характера да другого как бы плана а и там значит как бы смысл бы в том что он соперничал там за любовь там юношу с самим Аполлоном и я так понимаю что это конечно к не очень хорошему итогу да все это привело вот трагический там финал случился но однако вот он все таки одержал свою личную победу и здесь эта карта говорит о том что ну да слушайте ну какое-то время все таки у нас будут рутинные дела да рутинные какие-то задачи но это надо делать потому что опять же если мы все таки стали на путь вот справедливости знаете вот ощущение что вы возможно что-то могли попросить может быть какая-то клятва какой-то зарок какая-то аскеза поэтому знаете условно нужно сейчас либо потерпеть либо рассчитывать на себя да да чтобы как бы ну в итоге опять же получить не выгорание да а вот подъем душевных сил и это действительно про то что собственно а знаешь все еще будет да да как раз ветер перемен он обязательно наступит вот сейчас действительно где мы пройдем вот этот период умственного труда может быть физического труда может быть еще что-то и как бы ветер перемен он обязательно случится ну вот такая вот у нас интересная позиция по первым вариантам хороший расклад кстати вы молодцы потому что вы прям такие стабильные ребята это не про то что вы скучные вы просто стабильные это хорошо но с другой стороны знаете мне тут подсказывает аид вообще да что в тихомом эти такие черти водятся потому что он бог подземного мира то вас дьявол как бы знаете как подсказ но он перевернут и это говорит о том что вы конечно немножко опять же в аскезе где-то вы запрещаете себе какие-то желания которые или теневые части которые стремятся все же проявиться окей а девочка ну что я вас приветствую давайте смотреть происходящее с вами рассматриваем по большей части энергии боги нам здорово дает понять наше состояние я знаете вот стремлюсь к тому чтобы вот мои расклады это все-таки какой-то лайфстайл это вот как я люблю говорить wellness это well being это то что вплетается в нашу повседневную жизнь да то что дает улучшение качества жизни потому что весь его состояние драмы сказать о том что вы опять такая жертва он вами пользуется ну как бы это не приносит никакого ментального здоровья все же а нам это драма вообще знаете по жизни хватает я не про это не хочу усугублять неприятные ситуации поэтому хотите послушать как у вас все хреново это у других тарологов а у меня послушать как выйти из состояния если хреново или все-таки увидеть а что же хорошего есть да чему стремиться что пролечили знаете как я действительно понимаю что на правильном пути я когда вот слышу у нас есть какой формат экспресс раскладов в магическом чате но как бы не так часто как раньше там допустим раз в неделю и я когда слышу как именно формулируются вопросы да к вселенной к пространству я прям приятно радуюсь да что ты серия что я уже исцелила да на что мне сейчас обращать внимание там в чем мой внутренний свет в чем мои ресурсы и думаешь вот это же осознанные люди это же прям правильное понимание вещей хорошо но все же мы смотрим ваше прошлое да насколько вы осознанные неосознанные ваши прошлые энергии то есть смотрите ваше прошлое энергии которые привели к определенному настоящему ну и соответственно а ваше настоящее которое приведет к будущему да то есть все три карты сейчас для вас закрыты работаем мы с вами на прямых позициях да то есть здесь у нас на каждой карте представлен бог или богиня греческой мифологии как основные так и дополнительные не все прям очень важные и главные но вот каждый имеет место быть и так что то в прошлом было что же там было в прошлом слушайте сама богиня да победы найк ее еще называть ника да найк да это бренд спортивные обуви может вы и правда любители найка да потоптать там город город под подошвой мокрые кроссы и все такое потому что сама ника вам улыбнулась да богиня победы богиня достижений может быть это правда вы получали какие-то награды это награды знаете могут быть какой-то переход на следующий ментальный уровень да или допустим взаимодействие вот вы там общались но опять же если вы там занимаетесь вот этими всеми практиками допустим существами там определенного порядка тут как бы вас поднимают выше да то есть доступ выше дают но сама по себе очень интересная богиня и при этом она опять же требует ну соблюдение дисциплины потому что просто так в покровительство книги ты вот собственно ты не придешь да шестерка жезла одна из самых красивых и мощных карт в жезловой масти это про то что мы получаем признание и получаем признание наверное в первую очередь от людей потому что если вы вспомните как это все у это изображено да то есть он такой на белом коне там езжает город победителем победителем а вот у меня кстати в проживании арканов там немножко шестерку жезлов нужно заслужить потому что нужно ради города да там ради людей да совершить какой-то подвиг может быть вы правда что-то совершили понимаете ради людей может быть это была какая-то благость это допустим благотворительность была да по крайней мере боги вас услышали и показывает что у вас по крайней мере в прошлом был нормальный адекватный восстановленный скорее всего баланс да энергобаланс сейчас я еще сама себе подсказку возьму шестерку жезлу о к ней о Miche и вот ощущение знаете что вас могли испытывать да испытывать чем-то испытывать может быть у ощущением что вы у что на Олимпе находитесь потому что опять вот Анатас нам показывает и еще есть ощущение что может быть вас могли сбросить с этого Олимпа да то есть такое тоже могло быть сбросили в итоге а ну как вам сказать У меня ощущение, что вы в прошлом какой-то квест от богов проходили. То есть на самом деле даётся достаточно много, но при этом требует достаточно много. Очень красивая, очень чувственная, очень говорящая. У нас богиня на шестёрке жезлов. Я надеюсь, что у вас всё в хорошем качестве. Вы можете прям эти карты рассмотреть, потому что они абсолютно медитативные. Это можно даже поставить, допустим, на стоп-кадр и прям вырезать себе. Поставить на экран телефона. Потому что вот в какой-то момент сейчас я не знаю. Но в прошлом, по крайней мере, потому что мы смотрим ваше прошлое, а богиня Ника реально могла вам покровительствовать. Мои прекрасные. Значит, вы это что? Заслужили. Богиня Победы. Дочь инфернальной реки Стикс. Стикс, кстати, тоже представлена. Мы же помним, что у греков скажите мне, и стихии, да, и господи, не только стихии, но ещё и, допустим, там источники, те же самые реки, горы, скалы, утёсы. Оно всё являлось богами, тогда такая богическая структура. Я вам хочу ещё сказать, что в одной из веток традиционного колдовства, да, то есть вот я есть бог, всё есть бог, и имеется в виду вообще, что, по сути, всё живое это и есть боги, да, потому что, ну, одно там, из одного, там, допустим, можно творить другое, условно, такой вот момент. Вот. И как бы современные ведьмы, которые про, всё-таки, про связь с природой, да, не очень часто используют идею как раз того, да, что всё живое, всё это. Поэтому многие, кстати, исповедуют ещё и ветку древнегреческой мифологии в своих практиках, ну, как бы я об этом подробнее рассказываю в манифесте, поэтому если интересно, welcome. А что я ещё могу сказать по энергии, да, которая могла преобладать, как бы, вашей жизнью? Она с чем-то действительно могла вас, опять же, поздравлять, да, вы достаточно были близки, там, допустим, к достижению цели, какие-то знаки могли получать от того, что вы на правильный пути. Может быть, это даже не просто знаки, это какой-то вымпел, знаете, победителя, там, не знаю, соревнования, возвесить на стене. Может быть, там, допустим, среди большого количества людей выигрывали какие-то маленькие призы, там, рандомные, да, в каких-то, допустим, розыгрышах, ещё что-то, то есть вас как-то честовали, вы вот что-то могли действительно брать от жизни то, что, как вам кажется, знаете, может быть, оно было каким-то трудом или наоборот незаслуженно, но при этом оно приходило в вашу жизнь, да, как вот знак от богов, что действительно вы что-то делаете хорошо и правильно, поэтому вы получаете обратную связь. Но, как правило, как мы понимаем, что мы же делаем что-то хорошо или правильно, нам об этом люди говорят. То есть они могут говорить нам в качестве комплиментов, допустим, поступков или, допустим, какие-то мелкие, крупные суммы денег могут переходить на наши счета. То есть именно мы можем выигрывать переговоры, да, или там тендер, или ещё что-то, это всё богиня Нит. И здесь, на самом деле, самое главное условие, да, соблюдать справедливость, то есть чтобы наше эго, оно там, собственно, не царапало потолок, потому что боги, знаешь ли, тоже, ну, личности переменчивают. Сегодня ты под покровом находишься, да, завтра ты абсолютно в какой-то прям не милости. Здесь, на самом деле, очень важно было вам отстаивать свою позицию, что да, вы на правильном месте, да, вы на своём месте, вы на своём троне, соответственно. И действительно, это был период в прошлом на, знаете, как, на прорабатывание самозванца. Скорее всего, потому что чаще всего, да, что нам мешает, как бы, достичь успеха, это вот самозвание, что я там недостойна, или кто-то более достойный, или другим можно, мне нельзя и прочее. Вот, и здесь, как бы, Ника вам подсвечивала, что вы действительно можете, вам можно, да, то есть вот такой красивый, очень интересный период. Ну, опять же, это могло быть не только по работе, это могли быть ещё какие-то взаимоотношения ваши другие, да, там, романтического характера, то есть вам показывали, что вас любят, там, ценят вы цены и прочее. Окей, что происходит в настоящем? Мы сейчас посмотрим, выдержали ли мы урок, да, богини Ники всё же, не спрятали ли мы потенциал, который, в принципе, да, проявленный. Ну, тут, наверное, такая история, что явно за вами боги продолжают наблюдать, да, может быть, вас, правда, перевели на иной уровень игры. Я вот, кстати, тоже недавно дискутировала на тему, что если мы предполагаем, да, что мы действительно играем и находимся на определённом уровне игры, есть ли у нас возможность, так, знаете, как, может быть, выйти из матрицы или, допустим, там, через определённое читерство преодолеть, да, уровень и подняться выше. И, как бы, я про себя вот поняла, что действительно можно, потому что в моём окружении есть люди, которые действительно либо вышли из матрицы. Ну, как бы, не то, что ты можешь выйти окончательно, да, ты можешь понять эти все правила. А когда ты понимаешь правила, то, как бы, тебе реально становится многое неинтересно. И об этом вот верховная жрица, которая говорит о том, что да я многое знаю и понимаю. Потому что, в принципе, здесь именно вот в энергиях Персифоны, верховная жрица, это про то, что вы действительно сейчас многое про себя понимаете. Ну, сейчас энергии для вас верховная жрица, знаете, она никогда не проявляется, да, но вполне возможно могла по шестёрке жезлов накопить каких-то знаний, каких-то скиллов, да, и ушла, и, значит, адаптировать, да, тренировать в себе, да, внедрять в себе, так, договариваться со своим телом. Это что такое? Потому что то, что сейчас происходит по верховной жрице, это больше ваши внутренние процессы, да, верховная жрица — это всегда внутренние процессы, да, как, допустим, исходящая энергия, да, там, ну, как вверху, так и внизу, условно. Такая интересная у нас верховная жрица. Сейчас я немножко дам вам ещё послание от Персифона, на что мы обращаем внимание по верховной жрице. Мне нравится, как она здесь представлена, потому что, обратите внимание, девушка молодая, у нее здесь раскрыты гранаты, которые означают о том, что у вас есть знания, тайны, которые вы получили, да, может быть, не нужно их сильно раскрывать, кстати, да, не нужно слишком обнажать то, что вы умные, то, что вы осознанные, и всё-таки розы, которые у неё на голове, больше ещё напоминают венец. Вот одновременно есть терновые, потому что шипы есть, но у меня больше, знаете, энергии чуть-чуть гекаты, а там она же геката впрягалась, помните, да, за Персифона, она же помогала её найти, её матери. И, ну, геката там, условно, такая, знаете, крёстная мать, всё же, Персифона. И нам, знаете, тоже вот такое некое напоминание, да, не слишком быть, наверное, открытыми, да, больше быть такой шкатулочкой, сюрпризом, да, музыкальной, больше быть, наверное, вещью в себе, потому что всё-таки Персифона, она про внутренние, да, процессы, она про внутреннюю рефлексию, она про тёмные воды, которые пока не должны выйти там на поверхность, она про созревание, да, всё-таки. Ну, безусловно, конечно, по большей части должна быть созидающая энергия, ну, как бы. Если вы под покровительством Персифона сейчас, то это тоже достаточно такой серьёзный квест. Да, собственно, это дочь Деметры, которая была похищена Аидом, да, он потом сделал её своей женой, соответственно, но зато у неё вот есть определённое привилегие возвращаться на Землю, опять, да, в такой период, светущий, а потом она снова, значит, возвращается по землю, то есть она богиня, получается, и внешних проявлений, ну, и внутренних, в частности. Большое количество женских культов Персифоны присутствует, ну, это вот если вы там будете, допустим, это всё погружаться, да, чтобы понять, собственно, какие скиллы даёт Персифона. К ней очень часто, да, обращаются для такого, знаете, внутреннего созревания, ну, в зимний период, да, когда, в принципе, всё же у нас уходит под землю, сильно, да, цветочки у нас не произрастают на поверхности, потому что им холодно, вот, и мы всё это прячем, и, соответственно, это время такой рефлексии, поэтому можно даже медитировать на Персифону, может быть, кто-то ставит, допустим, какие-то алтари там в её честь, или делает какие-то подношения, потому что, в принципе, она вам сейчас покровительствует. Она вам сейчас покровительствует. Ну, вот, опять же, знаете, очень много ещё ассоциаций у меня ещё лично с Евой всё-таки, потому что, помните, Ева там яблоко сожрала, это, значит, у нас, да, зёрна, граната, и вот, опять же, про знание, у Евы только было там, помните, опознание, да, яблоко познание, а вот здесь как бы граната. Ну, я вообще понимаю, что это просто всё интерпретация одного и того же, просто в разных ракурсах, да, как, допустим, художники рисуют разные картины одного и того же, да, допустим, не знаю, человека там, элементы, ещё что-то. Так вот, и здесь разная интерпретация, очень много таких похожих вещей. Ну, что ещё? Персифона, она приносит весну всё-таки, является вестницей, и сказать, что у вас сейчас такие энергии принести весну, да вы зреете. Вы, наверное, зреете к своей личной весне, и, может быть, вы сейчас, знаете, больше в позиции такой, когда наша весна, она сейчас теневая. Я сейчас объясню, почему. Вот, знаете, эта информация сейчас просто на вес золота, потому что это мой внутренний сайт. Я заранее прошу прощения у Персифона за то, что я это всё разглашаю, потому что это нужно вводить в закрытые расклады. А девочкам особенно говорю о том, что у нас могут быть теневые проявления, да, теневые проявления прекрасного, опять же. И вот у нас могут быть теневые проявления нашей осени, теневые проявления как бы нашей весны. И вот смотрите, теневые проявления весны, И поскольку весна – это всегда новое начало, а это достаточно яркие, открытые, солнечные энергии, можно сказать, что весна ёмная, и, допустим, большое количество наивности в характере может быть. Даже если типажи мы будем рассматривать, вот эти, знаете, набившие оскомины, но всё же до сих пор их используют, когда, допустим, женщина зима, женщина весна. Вот она какая вообще? Она там с веснухами, она такое, типа, ребёнок, солнышко. Ну, помним, как бы весна-летний, близкий вообще, типа же такой, допустим, чуть оливковый подтон лица, там светлые глаза, руслые волосы, вот эта вся история. И сама по себе ассоциация всё-таки наивного ребёнка. А вот если у нас с вот этим наивным ребёнком случались неприятности из-за наивности, то как раз наша весна и наша вот эта Персифона будет проявляться, ну, к сожалению, в теневом моменте. А теневой момент – это когда действительно нас могут обманывать из-за нашей наивности, когда действительно нам могут причинять боль, да, те люди, которые пользуются нашей наивностью и светом. И вот тогда, соответственно, в доверии к миру, а вам обязательно нужно это сделать, потому что вас сейчас проверяют. Но обратите внимание, что вы под защитой, вы под защитой гикаты, и ваша крёстная маман, она не даст вас в обиду, да. То есть здесь нам показывает, что сила-то есть, понимаете. Сила-то внутренняя есть, да, справится с тем, допустим, чем ты не справился раньше. Поэтому, в принципе, вот сейчас в теневом аспекте вот эти энергии показывают о том, что вы очень близки к своим травмочкам, то есть у вас могут активироваться травмочки, которые связаны с доверием к миру. И если, опять же, мы их проработаем, мы получаем очень классное светлое будущее. Я права? Да. Потому что, смотрите, как подсказка, это ПАШЧАШ ГЕБА. Тоже, я так понимаю, что божество, да, связанное с природными циклами. Вот это ребёнок, смотрите, это ребёнок, который был наивным, но при этом потом испугался своей наивности, а в наивности, знаете, в любви сила. Поэтому, смотрите, нам говорят, что вас защищают, опять же, да, и можно опять аккуратно очень, да, выходить к миру, но чуть-чуть нужно проработать свою, конечно, теневую Персифону, потому что проигрывается как раз, знаете, мифологически та часть, когда она доверилась Аиду, понимаете, он её заточил там в подземном мире, да, сделал там своей женой, но благо потом её спасли, да, и Диметра там, и Геката, ещё там кто-то, по-моему, помогал, такое, знаете, женское начало, пошли, да, девочку позволять из полона, из полона. Так, ну что, юные полоняки, вот такая у нас энергия сейчас по второму варианту настоящему, давайте смотреть всё же, чему это всё ведёт, да, насколько вы, ну, проработанные, можно так сказать, да, сейчас уже на данный момент, насколько вы проработанные сейчас на данный момент. Ух ты! Вот тут, знаете, я хочу сказать, что вполне возможно вы в своём настоящем несколько закопались, да, потому что нам показывает наше будущее как паш мечей, да, паш мечей, оно же не совсем про доверие, и здесь я хочу сказать, что вполне возможно нужно эту богическую женскую сущность включать и немножко менять, да, сейчас уже энергии состояние, потому что, как бы, ну, опять же, паш мечей, я, кажется, найду тут положительную интерпретацию, безусловно, но, как бы, в классике Уэйта там не совсем положительная карта, пашем мечей, ну, давайте так, вы точно станете умнее, вы точно станете умнее, чем вы есть вот сейчас, явно вы тут какие-то уроки получаете. явно какие-то уроки вы здесь получаете. так, ну, что же, смотрите, чем силен вот этот юноша, да, Ребус, он сам по себе бог, да, он сын хаоса, да, и я так понимаю, что вот эта энергия, которая сейчас просыпается у вас по Персифоне, она про внутреннюю силу, она про внутреннюю силу, и которая зреет внутри, и вот как раз вот это наше будущее, это сто процентов, вот эта тёмная вода, про которую я говорила, да, она выйдет на поверхность, и это действительно какой-то взрыв. Для меня, в принципе, здесь очень много положительной энергии, потому что, например, я бы считывала это, допустим, как извержение вулкана, да, какую-то очень мощную силу, как силу мощного проявления, даже я бы хотела сказать, не знаю, у меня ещё почему-то ассоциация с нефтью здесь, знаете, а нефть, она достаточно дорогая субстанция, но это вот какие-то мои личные ассоциации с вами, это явно действительно про какое-то вот прям повышение качества, может быть, крови, может быть, вашей жизни, потому что, знаете, была какая-то жидкая водица, становится очень мощной субстанцией, знаете, какой-то тёмный мёд, это очень обволакивающая энергия. Ой, слушайте, у меня есть опыт исцеления, когда так получилось вообще, что я стала, ну, косвенно, да, косвенно, в общем, я себя обвиняла, что из-за меня у человека исчезла магическая сила. Слушайте, ну я же не скрываю, да, что я достаточно давно в практиках, да, и я во всём-то понимаю, разбираюсь, поэтому, в принципе, для многих не новинка то, о чём говорю, я уже об этом рассказывала. И, собственно, я стала запрашивать способы, то есть, если это действительно произошло там несколько из-за меня, из-за моей неосторожности и непонимания, с какими силами я всё же имею дело, изыскать способ вернуть. И мы, условно, там, где был внутренний свет, мы это стали заполнять внутренней тьмой, но это не про, как вам сказать, это не про какую-то дешёвую мимическую гадость, да, как вот часто называют тьма, там, ещё что-то, нет, это именно про первозданный источник. И когда я спрашивала, на что же похожа сейчас твоя энергия, ну, я не могу сказать, что это я там сделала, потому что мы там призывали родовых хранителей, мы там призывали, там, условно, тёмных, да, ну, условно тёмных, вот, потому что нам нужно было действительно по справедливости вернуть силу, ну, как бы наказать, понимаете, тех, кто действительно был к этому всему причастен, ну, вот. И сама по себе вот эта энергия, которая поднималась, да, и которую вот человек ощущал, я спрашивала, на что она похожа? Говорит, вот у меня прям желание действительно в нефти выкупаться, или, допустим, ощущение тёмного такого прям густого мёда, и это действительно всегда энергия земли, понимаете, она тягучая. Она очень мощная сама по себе, она обволакивающая, но это не дым, она достаточно плотная сама по себе, такая, знаете, прям первозданная, когда ты начинаешь погружаться на уровень общения именно с Тайтанс, да, именно с Эншенгодс, ну, то есть Тайтанс — это вот титаны, да, или сами древние боги, вот, первоисточник, и вот это там такая энергия, вот эта энергия поднимается из земли, понимаете, и я так понимаю, что вы сможете её проводить, это очень крутая правда тема, прям слишком мурашками прошипла, вот, и знаете, мне сейчас многое вам нельзя говорить, потому что вот эта карта, знаете, она является прям предвестником изменений, но и обратите внимание всё же, что это паж мечей, и этот парень, ну, сам по себе, да, он приносит ночь, да, он приносит ночь, и эта ночь, она, знаете, вот, она как внутреннее успокоение, она как ощущение некой безопасности, то есть, вот, если ранее вы по энергиям, знаете, были вот этой Персифоной, которая только-только туда спустилась, и ей было страшно, да, к примеру, то паж мечей как бы показывает о том, что вы уже со знаниями, да, вы выходите условно из подземного мира, да, и вы проявляетесь, но проявляетесь именно со следами вот того, что вы были в этих подвалах, да, может быть, что-то меняется во взгляде вашем, понимаете, может быть, вы становитесь как-то вот сильнее, может быть, меняется качество энергии, вот такой вот у нас интересный паж мечей, то есть, смотрите, это условно проявление тьмы, да, но оно внешнее, потому что всё-таки он же там, знаете, его смысл бы просто принести ночь, да, то есть, это, просто, знаете, как время, время сунток, ноя, то есть, у нас день там сменяется ночью, условно, если, условно, вы раньше, допустим, несли день, да, вот у вас была аукция такая, я солнышко, я ещё что-то, а вот сейчас мы приносим ночи, а сейчас мы приносим ночи, и чего становится больше в вашей жизни, поскольку вы возвращаетесь уже оттуда, вот, из этих, не знаю, подвалов, допустим, лиминальных каких-то, знаете, моментов перехода, многие сейчас эти моменты чувствуют, вы становитесь более интуитивными, понимаете, вы становитесь более расслабленными, понимаете, вы становитесь более в коннекте со всем тем, что вас окружает, вполне возможно, да, что даже на, вот ваше тело, оно же какие-то новые энергии начинает проводить, у вас могут появляться какие-то интересные новые идеи, да, поэтому, в принципе, вот это время можно использовать для, не знаю, там, допустим, для какой-то рефлексии, если вы, допустим, психологи, помогающий правству, может быть, это будет какое-то новое видение, да, допустим, изучение какого-то нового метода, да, но, опять же, это всё основано на вашем опыте, здесь я ещё могу сказать, что очень круто могут проявляться, именно ещё, ну, потому что есть ещё такое понятие, как карма дракона, вот это, да, сейчас там 24 год, все в этом трубят, короче, из каждого источника типа, да, потому что дракон говорит, проявляться надо, что со мной дружить, либо меня сожрать, либо я тебя, вот это вот как бы говорит о том, что, по крайней мере, да, мы знаем, что дракон существует, мы знаем, что мы можем стать охотником на дракона, да, или вот как такой момент, потому что всё-таки, ну, здесь больше положительных моментов, чем отрицательных, вы знаете, как в отрицательных моментах вы можете проявляться здесь, да, я же всё про всех знаю, да, я могу манипулировать, это не есть хорошо, потому что это вас немножко закрывает развитие, и немножко сужает ваши интуитивные каналы, ну, что, ребят, давайте, второй вариант, это время интуиции для вас, в будущем, поэтому, опять же, вот сейчас мы исследуем, это всё яснознание, ясновидение, а потом становимся действительно очень такими классными, крутыми и проявленными, это, кстати, то, чего хочет ваша душа, потому что бонусом не очень показывает отшельник, а если по первому варианту, допустим, что, то, что вас двигает, основной момент, это всё же у нас был дьявол, да, вас двигает отшельник, интересно, ну, что, троечки, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами, мощный, красивый, глубокий расклад, который показывает ваши внешние и внутренние силы, да, показывает энергию, показывает события вашего прошлого, настоящего и будущего, а я продолжаю делать экспериментальные расклады на этой колоде, потому что мне очень интересно, как она проявляется, она безумно многогранная, она безумно многогранная, как это абсолютно совершенно, я же говорю, что что-то в ней такое мистическое есть, да, хочется на ней работать, а что мне энергию хоть по третьему варианту, или я после второго варианта достаточно густая, мне ее разогнать хочется, что такое, ух ты, вас топит как будто какими-то потоками, какими-то чувствами, эмоциями, невысказанными очень много, кстати, может кто-то меня смотреть, вот с точки зрения психосоматики, это горло, это насморк, ну такая вот внутренняя, допустим, заложенность носа может быть, да, это, такое бывает, знаете, когда лимфу погоняешь вообще, такое немножко состояние заложенности, может вы правда, что-то сейчас делаете такое, что пытаетесь разогнать вот эти все застои, это все чувствую, потому что ощущение, что скапливаются, действительно очень много эмоций, которые прям не находят выхода, не находят выхода, давайте прошлое, смотреть ваше прошлое, о, Гера, прекрасная блондинка, да, из чьих учей струится золотой мед, императрица, ну что, состояние, я в замуже, да, состояние, я опознала, как круто быть женщиной, да, спасибо боги темные, светлые, всякие разные богини, что я родилась женщиной, потому что здесь действительно какое-то, знаете, чувство радости от того, что вот ты есть ты, там, допустим, я девочка, я девушка, я женщина, я бабушка, мне вот классно в этом, чтобы я действительно, да, вот, родилась в этой роли, и вполне возможно, выполняю некие функции, да, связанные с тем, что я могу быть хорошей женой, классной матерью, хозяйкой, любовницей, потому что по сути императрица вмещает в себе разные ипостаси, да, как карт двора, да, дамы, и я говорила, кстати, ещё о том, что императрица у нас, энергия императрицы, это тогда, когда все четыре королевы собраны в нас, и все проявляются, ну, примерно в балансе, да, то есть я знаю, какая я кубковая, да, я знаю, какая я мечевая, да, какая я жезловая, какая я пентакливая, и, собственно, когда это всё в балансе, когда нет перекоса, когда, допустим, одна не давит другой, вот тогда действительно рождается императрица. Для многих, кстати, тех, кто у меня в прорывании арканов, тем более ещё на первый раз, императрица один из самых сложных арканов, потому что, в принципе, жрица, ты отлетаешь своей интуицией, у тебя и так всё хорошо в ментальном плане, а императрица, знаете, это экзамен, как, собственно, всё, что вы там себе нафантазировали, проявляется в материи, и бывает как бы такое, что мы, головушка, чувствуем себя, что мы императрица, и в материи у нас как-то это всё сильно проявления нет, поэтому мы начинаем обижаться на эту роль женщины, соответственно, да, на себя, там, на меня, на карты торгов в частности, потому что как же так, да, головушка, то есть я понимаю, в жрице мне показали, какая я классная, красивая женщина, да, собственно, где моё кольцо, вот такая вот интересная история, но давайте я посмотрю, как лично ещё вот ваша императрица могла проявляться, вот здесь у нас изображена Гера, да, это одна из 12 мощных всё-таки олимпийцев, да, это олимпийские боги, которые были самые главные всё же на Олимпе, у них там доступ там был, они там жили, тусили, вели быт, там, не знаю, свергали друг друга, рожали детей и прочее, вот такая, знаете, байгическая рекреация и заповедник, и вот, значит, Гера там была одной из главных богинь, она считалась вообще королевой богов, и, значит, даже такие, самим Зевсом, то есть она могла управлять, вот такая вот мощная женщина, при этом обратите внимание, что она абсолютно женственная, да, абсолютно женственная, она преисполненная, то есть своё, каком-то прям великолепии, стадии своей. О чём императрица? Ну что, ну, как я вам говорила о том, что это действительно роли там фертильности, роли материнства, соответственно, изобилия, да, допустим, творческое какое-то начало достаточно яркое, и, знаете, вполне возможно, это ощущение, когда о тебе заботятся, вот как ни странно, да, потому что, вот если разбирать опять же энергию императрицы в перевёрнутые позиции, она про всех заботится, ну, не знаете, одинаковая проблема с королевой Пентакли, да, всех нужно окружить заботушкой, вот, ну, как бы королева Пентакли, это, знаете, более такое земное, наверное, проявление, потому что это уже характер больше личности, да, и она такая немножко, это упоротая королева, да, ну, то есть она создаёт зону комфорта, а вот как-то, либо в какой-то глубокой жертве, что это делает только она, ей нужно там подчиняться, то есть она реально такое прям бластное, может быть, такая салтычиха, может, ещё какие-то есть аналоги, но я такой вот русскоязычный вариант привожу, вот, но это вот когда в перекосе, понимаете, а вот не в перекосе, ну, просто ей в кайф, понимаете, ей действительно в кайфе, и вот она больше, наверное, похожа по энергиям на прямую позицию королевы жезлов и королевой чаш, потому что там всё к ногам, понимаете, там она действительно женщина-богиня, но она не доказывает никому, что она богиня, и это очень сильно отличается от того, что, например, нам сейчас несут в интернете с голубых экранов о том, что давай, ты всем должна доказывать, что ты богиня, не соглашайся на меньше, это, понимаете, всё идёт из состояния нужды, понимаете, из состояния, что я в себе не уверена, и это такая просто гадкая манипуляция, это тоже вот недавно вот в тему императриц, потому что все же хотят быть императрицами, да, посмотрела интервью, там девушке, которая, значит, рассказывает, что ей всё приносят, значит, к её ногам, там мужчины и прочее, вот, и, значит, перед ней сидит девушка, которая пришла к ней на сессию, и так говорит, слушай, ну а я, типа, всё сама, и я, значит, сама, типа, зарабатываю, короче, сама там ребёнка, ну, у девчонки там всё нормально, там какой-то бизнес есть её, и она его развивает, и она вот перед вот этой тёткой сидит в такой, знаете, заискивающей позиции, потому что, ну, вот эта женщина рассказывает, как у неё, типа, всё хорошо в жизни, мужчины всё к её ногам приносят, и тем самым обесценивает девчонку, которая всё, собственно, построила сама и добилась. Я вам так хочу сказать, что абсолютно неважно, действительно, что в вашей жизни происходит, вы можете сами себе дать, или вам кто-то что-то приносит, вы понимаете, вот в этом энергии императрицы, что мы как будто сами выбираем, то есть мы чего-то не ждём, и неважно, как нам это даёт жизнь, да, то есть это такое безграничное доверие к Вселенной, что мы действительно сами рождаем удобный для нас вариант, потому что, ну, кто-то сам себе хочет, ничего плохого в этом нет, в этом нет ущербности, это не говорит о том, что в этом яйца какие-то отрастили, а у кого-то, понимаете, ну, всегда оппозиция пассивная, понимаете, всегда оппозиция пассивная, всегда она будет просить, да, да, ей будут давать, но она будет просить, вот первая берёт, а вторая просит, и вот здесь вот нужно понять, как именно ваша императрица проявляется, ну, то есть неплохо, нехорошо, а вот когда нами вот так вот манипулируют и говорят о том, что там просить, это всегда лучше, чем брать самой, это тоже манипуляция, потому что это говорит о том, что, ну, вот этой там психологине Гурини, ничего не понятно про человеческую природу, про многогранность, про женскую, вот о чём ваша императрица, потому что она же в плюсе проявлялась, понимаете, она же в плюсе проявлялась, а знаете, девочки мои, вот ваша императрица, поскольку здесь у нас Уран, да, король мечей, собственно, перевёрнутый, это всё-таки больше про завоёвывание территорий, про силу воли, про самодостаточность, значит, и в принципе для вас это нормально, да, нормально, но, если мы выбираем Эверес, это тоже, это не моя фраза, но я поделюсь с вами, если мы выбираем Эверес, мы не жалуемся, что нам сложно туда идти, мы просто хотим его покорить, а вы вот видите, как Атлант, вероятно, да, держали всё на своих хрупких плечах, может, у вас правда, кстати, сейчас проблема немножко с плечевой зоной, да, она немножко подзабита, вот сейчас пошевлейте плечиками и поймёте, как ваша императрица проявляется, расслабленная вот эта зона всё-таки, или напряжённая, ну, просто вот вы выбирали вот такой путь, вам, видимо, в нём было комфортно, окей, хорошо, а мы сейчас с вами смотрим, что в настоящем, стала королевой мечей из императрицы, да, но при этом абсолютно мудрая, потому что это Церцея, а она тоже, знаете ли, такая дама была непростая абсолютно, да, королева мечей, и вот королева мечей, она про интеллект, она про то, что сейчас, наверное, такой, знаете, момент некой избирательности, избирательности по отношению к себе, избирательности по отношению к жизни, да, если всё-таки императрица Гера, она такая, скорее всего, там, гоняла там мужа своего по большей части, здесь вот в настоящем я чуть сильного влияния мышленка бы на вас вообще не вижу. Понимаете, королева мечей, вот её уже зачем-то несправедливо считает, но я сейчас объясню, почему, потому что это же всё у нас влияние игральной карты, как бы королева мечей часто считает, знаете, такая вдова, типа, что у неё такая тяжёлая энергия, но это, знаете, тоже, это определённая манипуляция, потому что нет, вы знаете, королева мечей, она, наверное, даже больше амазонка, ну, хотя как сказать, потому что для меня Жезловая тоже абсолютная амазонка, ну, допустим, энергии, допустим, богинь тёмных, которые, допустим, провожали воинов, знаете, там, на поле битвы, вот это королева мечей, и если мы с вами немножко пойдём в мифологию, то же самое, допустим, Мориган и прочее, вообще, собственно, может, её и не было тогда этой богини, там же смысл был в том, что она действительно была проводницей, она проводилась с одного состоянием в другое, да, то есть, допустим, тот воин, который должен умереть, он видел видение, да, что вот она стирала кровавленную рубаху, и вот в этом же всём не было, ну, как вам сказать, ну, какой-то, наверное, жести, потому что там всё-таки в первую очередь ещё про то, что проводник, он мягкий, даже вот здесь в энергии смерти, да, в энергии трансформации, это мягкий способ, и сами по себе условно энергии, да, смерти, они воину приносили облегчение, и об этом не следует забывать, когда мы исследуем личность королевы мечей, потому что, как я говорю, что вот вы пока действительно не пройдёте проживание арканов до конца, вы не увидите, сколько любви спрятано в мечах, понимаете, сколько там действительно любви, но это не состояние, опять же, какой-то нехватки, да, это и состояние, наверное, того, что мы немножко своим умом и разумом блокируем, да, нашу анахату, всё же, а вообще королева мечей, она очень, она очень избирательная, потому что она понимает, насколько мощна её любовь, поэтому не читайте, пожалуйста, королеву мечей, какую-то, знаете, высохшую тётку, ханжу, там, там, которая во вдовстве оплакивает себя, свою молодость и прочее, потому что это только вот чья-то личная интерпретация, вообще всё не так, всё сильно интереснее, всё сильно красивее, потому что это тоже очень важная часть женской личности, да, быть королевой мечей. Знаете, вот если бы женщина не могла быть королевой мечей, она бы мужчинами-то не управляла, понимаете, у неё бы меч не сложился вот с этой императрицей, ну, по-честному. О чём была Церцея, да, ещё Кирки, её ещё по-другому называют, она была богиней некромантий, привет, да, богиней Морока, соответственно, да, и богиней предсказаний, да, то есть вот смотрите, с одной стороны, конечно, королева мечей, но мечей, наверное, мы здесь больше будем читать как воздух, понимаете, как туман, да, как окуривание такое некое, и вот эта вся история, наверное, по блоку, да, что вы входите там, дыша шелками и туманами, это про вас, это не про кубки, да, это про мечи, да, вот шелка и туманы, это вот то, что сейчас про вас, это про то, что вы действительно можете оставлять послевкусие. Если у нас императрица, все-таки она больше была сосредоточена на своем муже окружении и как держать свою марку, да, такая вера, хотя тоже красивой энергии, то вот здесь вот нет, здесь вот вы как будто не сильно заботитесь о том, какое впечатление вы на окружающих производите. Почему? Потому что вы не зависите от их мнений, это очень красиво. это очень мощная женская фигура, да, сердце очень мощная женская фигура, она у нас и про защиту, и она про какие-то, знаете, магические взаимодействия непосредственно. И сама по себе фигура достаточно значимая, потому что это может еще означать женское наставничество. Эта карта, если появляется в раскладе, она, давайте так, это моя личная интерпретация, по большей части, это про то, что вам есть, что сказать женщинам, понимаете, через ваш опыт, через ваш личный трансформации, через ваше тепло, которое вы сумели и смогли сохранить, несмотря на то, что ситуации в жизни были достаточно тяжелые. Я не могу сказать, что здесь еще много эмоций, здесь больше, наверное, какая-то взвешенная ситуация. Если, ну, сейчас мы чувствуем некое покровительство Церцеи, это про то, что мы по большей части управляем разумом, нашим, и чужим тоже. Это очень опасные женщины, потому что, опять же, это про то, что вы можете читать чужой поток, да, вы можете проникать в голову, опять же, вы можете видеть истинные причины, да, истинные инсайты. Окей. Все-таки преобладает интеллект, преобладает некая сапиосексуальность, это про то, что мы в партнерах ценим интеллект в первую очередь, поэтому, может быть, у вас даже несколько, да, меняется представление относительно того, кого вы хотите видеть рядом, да, такая, опять же, трансмутация сознания происходит. Это сейчас, да, то есть, как-то выборочная позиция, такая селективность некая, а эмоциональная, ну, даже не эмоциональная, больше интеллектуальная селективность, да, то есть, что, допустим, вы там раньше читали какие-то романы, которые публикуются, там, не знаю, что, издательство, знаете, это почитать просто в козди и выкинуть вот эти все, знаете, а сейчас вы что-то читаете, может, первоисточники, может, еще что-то, вот когда селективность появляется. Хорошо, ладно, будущее, да, смотрим же будущее. Ух ты! И ты такая, короче, говоришь мне, а что теперь мне с этим делать? А что мне с этим делать? Потому что, в принципе, вот эта история, ну, как говорят, что горе от ума, и такая очень часто появляется, когда, например, мы там протерапевтировались, и нам, допустим, то, что нас сильно очень бесило, больше не бесит, нам не интересно, скучно, и по девятке мечей, правда, тебе, может быть, чуть-чуть скучно стать, да, в будущем, потому что ты, типа, ну, ты все знаешь, тебя не особо интересно, ты, возможно, видишь, да, красные флаги, тоже недавно общалась с магическими чатами, тоже девочка пишет о том, что мне неинтересно, и сразу вижу красные флаги. Я говорю, слушай, это круто, это круто, что ты сразу это видишь, да, чью-то, допустим, матрицу событий, чьи-то там, красные флаги, и мне еще раз понравилось о том, что если я раньше это глушила, у меня это выходило там, допустим, психосоматика, то сейчас я просто говорю, не подходи ко мне. И вот в этом, наверное, прелесть девятки мечей, да, ну вот смотрите, почему прелесть, потому что, в принципе, вы начинаете активность себя проявлять, посмотрите, сколько комплексов такие отлетает у нас, да, по девятке мечей, потому что здесь мы можем бояться стать какими-то неугодными, неудобными, ненужными, да, что мы боимся очень, что наши проявления могут задеть чувства окружающих. Тоже недавно говорила с коллегой, и тоже, в общем, там YouTube, и как бы мы общались на тему того, насколько из-за рейтингов мы можем снимать на те темы, которые мы с вами хотим. Вот, и опять эти моменты, да это людям неинтересно, да это интересен только нам, а хочется же, конечно, открытого диалога. Вот об этом, понимаете, девятка мечей. Я боюсь снять маску, я боюсь проявляться так, как я хочу на самом деле. У нас с вами расклад как бы на три карты, но я хочу понять, чего вы именно боитесь, потому что вам с этими страхами придётся всё равно столкнуться, понимаете, в вашем будущем. Вот, и явно сейчас как раз время, да, про то, чтобы чуть-чуть перефокусироваться. Знаете, как, это про то, что сожрали дракона, победили, собственно, дракона, а как теперь с этим жить? Потому что, как я говорила, это, ну, в моей интерпретации, как бы, да, путь героя, тот, который я для вас создала, это действительно очень мощная философия Грегора, которая поддерживается огромным количеством людей, это про то, что вы же потом, как вам сказать, с определённой категорией людей просто не захотите, больше не сможете общаться даже. Вот они просто выпадут, понимаете, из вашего окружения. Самое обидное, что это, допустим, родственники. И всё, и ты будешь просто искать потом своих, да, своих, которые, ну, плюс-минус на то же самое волне с тобой, на том же самом этаже, понимаешь, да, понимают правила игры. Вот здесь вот страшно, действительно. Чего же вы боитесь? Потому что явно что-то приходит в вашу жизнь, то, чего не было раньше. Вы боитесь, знаете, чего? Какой-то, наверное, внутренней жадности, да, королева монет, Рея. Потому что, опять же, всё-таки мне показывают больше перевёрнутую позицию. всё, я поняла. Тут смотрите, какая интересная штука. Вот у нас как бы королева монет, Церцея, да, она действительно может проявляться токсично в девятке мечей, этой серии, а чё вы все-таки тупые. А почему вот вам не видно очевидных вещей? А как вы можете быть такими восторженными собачками, допустим, если как бы всё не так примитивно, как вам кажется? Вот очень похоже, на самом деле, на энергии токсичной жрецы. Я хочу сказать, что это действительно один просто из путей нашей такой, знаете, определённой трансмутации. Я так немножко нервно, знаете, защищаюсь, потому что это правда, очень какие-то мощные изменения, потому что дальше мы понимаем, что у нас по линии вероятности, да, девятка мечей как бы и десятка, а десятка — это финал, да, и вот может быть в какой-то момент будет казаться, что я сама себя не вывожу. Вот здесь вот по девятке мечей сопротивление тела, кстати, может быть ещё, чего я вам бы это не сказала, странно, потому что королева Пентакль, плюс ещё и перевёрнутая, это значит то, что наше тело не хочет эти энергии пропускать. Боже ж ты мой! Знаешь, почему не хочет пропускать? А потому что было бьюз, было какое-то насилие, да, восьмёрка мечей, это просто энергия, медуза горбоны, соответственно, и мы как будто не уверены в каком-то счастливом финале, понимаешь? В каком-то счастливом финале. А мы достаточно давно себе исцелили. А прикол как бы в том, что исцеляемся мы здесь с любовью, да, а нам очень страшно пойти в эту девятку мечей. Поэтому, видимо, и королева Пентакля перевёрнутая, потому что мы в любви очень дающие, да, это как, знаешь, как вот обратное такое, обратное возвращение в императрицу, да, то есть я посидела, подумала здесь, я всё поняла, осознала, а теперь мне снова хочется в энергии императрицы. Окей, сейчас я посмотрю, а что я могу ещё вам сказать по девятке мечей, собственно, есть ли то, что я хочу добавить. Мне очень нравится раскладывание этой колоди, я прям трепущу. Мне кажется, что я давно не была столь крутой, как чтец, да, пространства, как второй чтец, но именно вот по той причине, что очень крутой синхрон у меня случается с этой колодой. Крутой поток. Да, потому что Фобос — это бог паники, и он помогал, в общем, своему отцу, да, бог войны, арес, в битве, и, значит, видимо, обращал врагов там, либо в бегство, либо они, собственно, да, как-то теряли фокус и становились уязвимыми. Вот такой у нас странный парень, и этот странный парень еще и управлял, значит, колесницей папаши. И тут, наверное, знаете, какой-то вот момент, опять же, что мы боимся потерять контроль, да, раз мы говорим про некое управление, мы, опять же, по девятке ничьей прям боимся потерять контроль, то есть куда меня несет, то есть мы действительно очень боимся выйти в состояние доверия, в состояние потока. Ну, собственно, будущее — это немножко про проработку таких травмирующих ситуаций, но понятно почему, потому что мы снова хотим вернуться в императрицу, да, в ощущение, да, того, что я императрица, но мы немножко поломаны, мы немножко поломаны, и, собственно, пока мы не проработаем вот эти травмирующие ситуации, наше тюнилое часть, то как бы, да, императрица, она как-то нам сильно это не поворачивается, она такая, знаете, как избушка, которая отвернулась к нам, да, к лесу, задом. Ну, здесь на самом деле про наше настоящее, про то, что нам нужно оставить больно, я думаю, что мы с вами все-таки на правильном пути, понимаете? Потому что мы слишком много накоручиваем, мы накручиваем, почему-то хотим накрутить себе неблагоприятный финал, да, вот. А знаете, почему? Ну, потому что, скорее всего, вам нужно вот это дно, и вы, значит, туда падаете по десятке мечей, да, но здесь вот обратите внимание, опять же, ну, сама по себе фигура там богини в десятке мечей, она больше про, знаете, как про драму, про воспоминания, вам, скорее всего, просто нужно пока еще это все максимально прожить. Зачем? Потому что мы это все хотим выгнать из нашего тела, поэтому, если хочется прострадать, если хочется, допустим, про инсайдить относительно, каких-то теневых моментов императрицы, это нужно все как-то из себя вылить, выплеснуть. Это может быть связано действительно с ролью женщины, да, где вы были в чем-то несовершенны, или где-то не могли за себя постоять, или мама, соответственно, или мама. Вообще, по третьему варианту очень четкий момент инициации, да, я стала взрослой, и нам действительно нужно прям-прям сепарироваться, окончательно и максимально, наверное, даже от фигуры матери, ну, как когда ты сама себе мать в большей части, понимаешь? Такое бывает тоже. Вот такая интересная позиция была по третьему варианту. Подписывайтесь на мой канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные расклады, и обязательно оставляйте комментарии под этим видео. А с вами была я, ваша нейроведьма. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин